МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько лет назад западные палеонтологи сделали невероятное открытие, которое перевернуло все научные представления о жизни и смерти самых загадочных существ, когда-либо живших на планете. Динозавров. Проводя раскопки недалеко от Канады, они обнаружили целое кладбище доисторических рептилий. Более трех тысяч фрагментов скелетов. Результаты экспертизы шокировали ученых, ведь они были на пороге нового открытия. Выяснилось, что динозавры погибли не в схватке с более сильными монстрами и не стали жертвами глобального похолодания, а были уничтожены каким-то неизвестным видом оружия. Такое ощущение, что их то ли, так сказать, свалили в одно место, в кучу какую-то, да, то ли каким-то, так сказать, неизвестным излучением заставили собраться в эту кучу, а потом умертвели. Современная наука утверждает, что динозавры были беспощадными машинами для убийства, кровожадными хищниками, которые не щадили никого, кто попадался им на пути. Сто миллионов лет назад они были полноправными хозяевами Земли. Мы привыкли думать, что динозавры вымерли в результате ледникового периода 65 миллионов лет назад, после того, как с Землей столкнулся огромный метеорит. Однако последние открытия ученых ставят под сомнение все эти теории. И сейчас, перед человечеством, впервые в истории открывается возможность приблизиться к разгадке тайны жизни и смерти динозавров. В 2008 году, уже в штате Юта, палеонтологи обнаружили необычное захоронение. Проведя исследование, ученые поняли, что наткнулись на огромное кладбище динозавров. Находка стала настоящей научной сенсацией. Ведь удалось откопать 4200 фрагментов окаменевших костей древних рептилий. Останки принадлежали как минимум 67 особям динозавров 8 различных видов. Кучи тел окаменевших находят и в Тиньшане предгорьях, и в Китае, и в Монголии, и в Северной Америке, в Шпицгергене, в Огненной Земле. Но была в этой находке одна странность, на которую ученые не сразу обратили внимание. Из всех собранных костей 95% были сломаны. Причем не просто сломаны, а раздавлены. Как будто кто-то согнал динозавров в одно место и сдавил огромным прессом. К удивлению ученых, на раздавленных костях не было найдено следов от зубов хищников. А значит, динозавры не могли погибнуть в схватке с противниками. Но зато палеонтологам удалось обнаружить останки насекомых, которые питаются паталью. Это позволило ученым сделать невероятное предположение о том, что древних рептилий уже мертвыми перенесли на это место. И они перекручены, скомканы, спрессованы вместе с субстратом, с песчаником, с известняком и так далее. Единую такую массу. Но эти остовы, они реально прослеживаются, их просто можно проследить, найти, обнаружить вид, рот и так далее, динозавров. Какие они были, разные, маленькие, большие, какого возраста, старые, молодые, все вместе. То есть, совершенно невиданная вещь. Но каким существам было под силу совершить подобное? Ведь по расчетам исследователей, некоторые из этих динозавров весили несколько тонн. Мы имеем сотни километров кладбищ, даже сотни километров кладбищ, вот когда и молодняк, и взрослые животные просто в единые кучи свалены. Это и в Средней Азии такие кладбища, и в Монголии, в Гоби, в пустыне, где Ефремов проводил изыскания, и в Китае, и в других местах. Их и называют так кладбища динозавров. Это минерализованные скелеты динозавров. И то, что от них осталось. Одним из первых теорию о внеземном вмешательстве в исчезновение динозавров выдвинул известный советский палеонтолог Иван Ефремов. Побывав в экспедициях в Поволжье, на Урале и в Средней Азии, Ефремов обнаружил, что останки древних рептилий сохранились очень странным образом. Кладбища динозавров располагались примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. В каждом могильнике ученые находили останки 60 или 70 особей. И что самое удивительное, почти все кости были раздроблены. Эти факты дали ученым повод для сенсационной версии о том, что динозавров уничтожали намеренно. Что если известный ученый был прав? И миллионы лет назад высокоразвитые существа осваивали Землю, как сейчас мы осваиваем нефтяные или угольные месторождения. И им явно мешали обитатели планеты. Однако эту теорию гибели динозавров современная наука не принимает. Но мало кто знает, что именно за эти невероятные открытия Иван Ефремов в 1952 году получил сталинскую премию. Обезьяны-то, шимпанзе живут до сих пор, понимаете? Шимпанзе, гориллы и все. Они чуть моложе, чем динозавры. Но крокодилы, они старше динозавров, живут же, понимаете? Они живут. И ничего, и есть еще более древние виды, которые живут. То, что они не оставили их... Так в науке и написано, что крайне скудная полиэнтологическая летопись на время вымирания динозавров. Мы знаем о динозаврах только то, что пишут в школьных учебниках. Это были огромные машины для убийства, мозг которых был размером с грецкий орех. Ученые утверждают, что этих существ невозможно было приручить, что они жили задолго до появления на Земле первобытных людей и погибли 65 миллионов лет назад. Однако последние находки доказывают, что почти все, что мы знаем об этих существах, мифы, которые ученые готовы развенчать. Считается, что были космические причины и были чисто земные причины. Космические причины – это падение крупного космического тела, метеорита какого-то, да. Или же, если так, ну, по-другому, изменения в результате падения, значит, ситуации на Земле и так далее. Ну, космические причины, ну, не знаю, трудно себе представить, что они могли вызвать вот вымирание динозавров на всей планете. Долгое время современная наука утверждала, что 65 миллионов лет назад наша планета столкнулась с огромным метеоритом. Космическое тело размером около 10 километров врезалось в полуостров Юкатана в Мексике. В результате взрыва на Земле сменились полюса, начались извержения вулканов, возникли цунами высотой в несколько километров. Огромные столбы пыли и гари на несколько десятилетий заслонили солнечный свет. Постепенно планета стала остывать, превращаясь в ледяной шар. Населявшие Землю динозавры не смогли пережить страшной катастрофы. Их огромная популяция бесследно исчезла. Ну, посмотреть на Луну, вся ведь избитая. Вот. И Земля точно так же избита. Только у нас все это скрыто под лесами, под болотами. То есть неоднократные, известные, в общем-то, много кратеров таких, ну, это называется, астроблемы, которые бомбили Землю. Один из таких метеоритов упал как раз вот между Австралией и Южной Америкой. Известно. И это действительно было гигантское цунами, которое забросило вглубь Южноамериканского континента морскую фауну, которая перемешалась с континентальными животными. Вот. Но никакого вымирания это не вызвало. Это кратер Чиксулух, который находится в Мексике на полуострове Юкатан. Его диаметр 180 километров. Возраст 65 миллионов лет. Именно этот кратер, по мнению ученых, образовался после падения метеорита, который и привел к гибели всех динозавров. Однако недавно американские сейсмологи опровергли эту теорию. Они создали уникальную модель, повторяющую форму Земли, которая была 65 миллионов лет назад. Вычислили высоту гор, глубину океанов. Все то, что позволило им проследить, как сейсмические волны, возникшие от метеоритного удара, двигались по планете. Их расчеты оказались невероятными. Удар космического тела Землю был в 2 миллиона раз мощнее взрыва водородной бомбы. Но даже этой мощности не хватило бы для того, чтобы на всей планете начались необратимые процессы, которые привели к полному исчезновению всего живого. Уже известно, что по тем моделям, которые делали на Луне, которые другие модели, несколько диаметров кратера, вот поднимается, ба-бах, все вздыбилось, и несколько диаметров кратера, ну, 20, там, ну, 100-200 километров вокруг вся эта пыль и осядет. Понимаете? Да, как-то будет циркулировать, как-то будет мешать. Но вызвать глобальное похолодание этот метеорит не мог. Несколько лет назад палеонтолог Юрий Болотский нашел свой клад. В Амурской области ученые и его команда обнаружили сразу несколько уникальных древних захоронений динозавров. Благовещенска это тоже крупное динозавровое местонахождение такого мирового класса. Но там там и грязи каменные. Там они летели, летел этот поток вместе с валунами. Поэтому кости часто побиты, поцарапаны. Ну, еще многие кости несут на себе следы это, следы деятельности падальщиков. Многие погрызли. Ну вот, даже среди вот позвонков этого зверя были найдены зубы хищных динозавров. Ну, плотоядных, да. Которые пожирали трупа. Но самое удивительное открытие ждало палеонтологов в Кундурском районе. Ученый и автор находки Юрий Болотский, проведя тщательный анализ с останком, выдвинул новую версию гибели доисторических гигантов. Вероятно, миллионы лет назад большую часть земли накрыл огромный селевой поток, который похоронил под толстым слоем почвы и воды все живое. В Кундуре, в общем-то, находятся правильно анатомически сочеленные части. Поскольку грязекаменный поток там был не совсем грязекаменный, а скорее грязевой. Вот это, значит, тефра с примесью вулканического пепла, материала, после сильных дождей, возможно, после каких-то встрясок с бортов долины срывался этот грязевый поток и несся по долине и собирал всех живых, мертвых там и захоронял в долине. Ну, как современный сель. Кундуре российским палеонтологам невероятно повезло. Ведь они обнаружили почти идеально сохранившийся скелет динозавра. Сначала исследователи нашли несколько позвонков. А всего за два месяца выкопали весь хвост с задней частью туловища и задней ноги. Череп наиболее диагностированная часть скелета любого позвоночного. Вот. Ну, и вот в Кундуре вот целый был, значит, аллоротитаничий. Хотя там кое-что тоже не хватало. Там, видимо, падальщики мозговую коробку выдернули и оттащили немножко в сторону. Вид динозавра, найденного в Кундуре, до сих пор не был известен науке. Ученые предполагают, что это была относительно небольшая особь, длиной около десяти метров и питался динозавр в основном растениями. Мы долго думали, как обозвать его зверя, но у американцев есть гадрозавр, правда, не шлемоголовый, а с плоской головой, который называется анатотитан. Анас – это утка. Ну, гигантская утка. А поскольку у нашего оказалось излишнее количество почему-то шейных позвонков, вместо положенных двенадцати оказалось шестнадцать, ну, мы решили назвать его гигантским лебедем. Разбираясь в этой удивительной находке, ученые пришли к выводу, что гигантский селевой поток, который мог стать причиной гибели кундурского динозавра, на самом деле был предвестником более масштабной катастрофы. Глобального потопа, который мог обрушиться на Землю шестьдесят пять миллионов лет назад и решить участь всех динозавров. Возьмите меловой, когда вымерли динозавры. Динозавры вымирают, так, а на планете гигантский потоп. Африка практически до Конго была под морем с севера, то есть от Средиземного моря до Конго под морем. В Монголии есть, значит, кладбище погибших динозавров небольших, которые попали в селевый поток, в грязи каменный поток. Поток грязи каменный несся с гор, вот, и на пути находилось вот это вот стадо. Вот там же, говорят, динозавровая Мадонна, скелет самки и рядом маленький скелетик детеныша. Так захоронилось. Они поднимали головки, потому что, когда заносило грязью камнями, вот, они пытались дышать, поднимали и сломанные позвонки, шеи. Это явно катастрофа. Почти все ученые сходятся в одном. 65 миллионов лет назад на Земле действительно произошла катастрофа. Но что стало ее причиной? Недавно исследуя останки динозавров, возраст которых примерно 70 миллионов лет, американские исследователи неожиданно обнаружили в слоях осадочных пород повышенное содержание иридия. Но этого вещества на Земле чрезвычайно мало. Оно имеет скорее космическое происхождение. Более того, образцы ученые обнаружили в Австралии, за тысячи километров от полуострова Юкатара. Но откуда в них оказалось повышенное содержание космического вещества? Австралийские палеонтологи были потрясены находкой, ведь это давало им возможность для новой, еще более необычной версии гибели древних рептилий. Так они предположили, что динозавры вымерли в результате взрыва сверхновой звезды. Взрыв сверхновой это есть мощный источник энергии и по современному пониманию этого явления при взрыве сверхновых образуется колоссальное количество то, что называется космических лучей, то есть частиц сверхвысоких энергий, которые пронизывают все пространство и без этого явления невозможно понять, например, распространенность химических элементов в пространстве в космосе. Взрывы сверхновых это взрывы такой чудовищной силы, при которых светимость звезд возрастает в миллиарды раз. Вспышки порождают мощнейшие потоки радиационного излучения, губительные для всего живого. Астрономы подтвердили, что примерно 65-70 миллионов лет назад где-то поблизости от Солнечной системы произошел взрыв сверхновой и часть смертоносного излучения попала на Землю. По прогнозам ученых, последствия космической катастрофы были страшны. Ведь от лучевой болезни должны были погибнуть не только динозавры, но и большинство других обитателей планеты. Есть мнение такое, по-моему, впервые эту точку зрения высказал Шкловский и Красовский это примерно в середине 50-х годов, что взрыв сверхновой мог повлечь за собой вымирание динозавров. Под действием повышенного радиационного фона, который связан с космическими лучами, который является следствием взрыва сверхновой, может происходить, может увеличивать частота мутации. Под воздействием сильнейшего космического излучения в генах динозавров могли происходить необратимые изменения. Постепенно они становились уязвимы. У гигантов развивались неизвестные заболевания. Кости становились хрупкими. По мнению ученых, динозавры даже страдали раком. На многих костях есть патологические изменения, которые действительно как типа саркомных по-другому объяснить невозможно. Есть артрозные какие-то вещи, но есть действительно плюсневые кости, которые действительно поражены раковой опухоли. Болели они. повышенный фон радиации мог держаться в атмосфере Земли несколько тысяч лет. А значит участь большинства живых организмов на Земле была предрешена. Они вымирали не сразу они вымирали в течение 7-8 миллионов лет. То есть это растянутое вымирание, не вот катастрофическое. Да, конечно, есть и катастрофическое, потому что яйца находили скелетики, то есть яйца не выводились в кладки, вот находили, вот может быть какая-то, конечно, катастрофа. Но некоторые исследователи считают, что не все динозавры погибли. отдельные виды изменились внешне и, быть может, существовали еще несколько тысяч лет. К тому же примерно 10% всех видов смогли пережить катастрофу. Они переместились в более безопасные районы Земли. Ведь по версии палеонтологов миллионы лет назад на планете существовал единый проконтинент Гондвана, впоследствии расколовшийся на современные материки. Гондвана, то есть единый как бы материк такой, который расползался по частям. И образовались горы, в это время как раз начались образоваться горы, менялся климат, понимаете. И все это могло тоже повлиять на вымирание животных и в частности могло повлиять на динозавров. Так некоторые виды динозавров могли выжить на территориях, где радиационный фон был гораздо меньше. Некоторые ученые убеждены, что древние рептилии существовали на земле вплоть до появления предков человека. Иначе как объяснить все те удивительные находки, о которых до сих пор предпочитает умалчивать официальная наука? динозавры. Когда говорят, что это век динозавров, это не совсем верно, потому что таксонов и родов млекопитающих, правда, они были размером с брундучка, их было не меньше, чем динозавров. Но просто они жили в разных нишах, динозавры, динозавры не пускали их в крупный размерный класс. Поэтому наши предки бегали у них под ногами. 1983 год, Туркмения. В окрестностях деревни Ходжо-Пил-Ало местные археологи наткнулись на странную находку. На огромном плато длиной около 400 метров они обнаружили более 3000 следов динозавров. Длина самого маленького трехпалого следа была 20 сантиметров. А самого большого 71. По мнению ученых, эти следы оставили мегалозавры. Одни из самых крупных хищников юрского периода. Однако главная сенсация ждала ученых под конец раскопок. Рядом со следами древних ящеров археологи обнаружили человеческие следы. Это следы человека со следами динозавра рядом. И они на окаменевшем субстрате с цементированным, минерализованным и открывшимся после определенных перетрубаций и археологических изысканий. Ученые были потрясены находкой. После тщательных исследований они заявили, что найденные следы действительно принадлежат человекоподобному существу. Длина следа составляет 26 см, что соответствует 43 размеру ноги современного мужчины. Ученые полагают, что тот, кто оставил этот след, был в несколько раз выше среднестатистического человека. Но как это возможно? Ведь следы были найдены в слое почвы, которому примерно 50 миллионов лет. То есть в тот период, когда по общепринятой версии динозавров уже не было, а люди еще не появились. Что за существо оставило эти следы? И как они могли оказаться рядом со следами динозавров? Крупные гоминиды, родственники человека, они были такие. Были гигантопитейки, по фрагментарным материалам, по зубам, по челюстям, по 3 метра, но это были не люди, это были обезьяны, большие гориллы, такие вот, до 3 метров такие были. Создавая на основе своих находок модели динозавров, ученые пришли к выводу, что это были хищники достаточно высокого роста, от 7 до 9 метров. размер самого маленького их клыка достигал 10 сантиметров. Больше всего найденные останки подходили не мегалозавру, а тиранозавру, одному из самых опасных хищников эпохи динозавров. Оставленные следы, имеющие возраст около 120 миллионов лет в штат Техас, если я не ошибаюсь, такая как бы равнинная область между рекой и берегом. И вот окаменевшая глина сохранила отпечатки динозавров Трехпалова и человека. Да, не просто один след, а цепочка, целая цепочка следов. Это было известно в 1915 году, эти следы. И вот совершенно недавно, в 83-м году, если не ошибаюсь, после ливневых дождей обнажилась порода, и она была вскрыта. археологами, антропологами, и нашлось продолжение этой цепочки, именно след динозавра и следы человека. И там уже более видно, что это следы, похожие на следы человека, по крайней мере. Выявляется пятка, выявляется подъем стопы, выявляются пальцы, и один след, он заступает след человека на след динозавра сверху. Это тоже видно. Почти сразу после невероятной находки в районе Туркменского плато, научный мир потрясло еще одно открытие. В 1984 году немецкий археолог Вальдемар Джульс Руд в окрестностях мексиканского городка Акамбро нашел небольшую керамическую статуэтку. Фигурка изображала существо, очень похожее на человека. Трещинки на ней свидетельствовали о том, что реликвия много тысяч лет провела в земле. Однако главная сенсация открылась спустя несколько дней. Джульс Руд раскопал еще несколько фигурок, которые без сомнения изображали динозавров. Более того, у исследователей складывалось полное ощущение, что кто-то лепил их с натуры. Но как это возможно? Неужели предки человека действительно жили бок о бок с деисторическими монстрами? Мы эволюционируем, человечество эволюционирует, а эти люди не эволюционируют. Также и в Южной Америке жили люди высоких интеллектуальных способностей, которые были способны, я могу только предполагать, я утвердать такое не могу, они способны были лепить те вещи, которые они видели, понимаете? В то время, это может быть было много тысяч лет назад, и жили динозавры. Всего археологу удалось откопать около трех тысяч статуэток, и примерно две с половиной тысячи изображали динозавров. Среди них были хорошо известные палеонтологам виды, брахиозавр, игуанодон, и даже теранозавр. Но что еще более удивительно, многие статуэтки изображали древних рептилий вместе с человеком. Как если бы люди могли оседлать динозавра и использовать его как транспортное средство? Я скажу, почему настоящее это. Во-первых, Джульс Руд не имел денежной или как коммерческой или меркантильной цели. Он не продавал их, он не стремился обогатиться и тому подобное. А то, что он платил тот, кто ему помогал, ну, кто же бесплатно будет работать. Даже после смерти Джульс Руда они делали раскопки и находили там статуэтки. Ну, кто их туда на метровую, полутораметровую глубину запихивает, вообще предполагается, что там или гробницы, или какие-то пещеры, в которых находится еще много чего интересного. Статуэтки, найденные Джульс Рудом изображали представителей всех людских рас европеоидной, монголоидной и негроидной. Древние мастера учитывали разрез глаз, форму губ и носа. Но у некоторых фигурок была вытянутая форма черепа, большие миндалевидные глаза, и по размеру они были гораздо больше. Тогда Джульс Руд не смог найти объяснение этому необычному факту, ведь на тот момент науке было известно три человеческих расы. Позже возникла версия, что существовала и четвертая раса, атланты, сверхлюди, которые миллионы лет назад исчезли с нашей планеты. Однако последние исследования ученых привели их к невероятному выводу. Ученый Александр Ермоленко выяснил, что миллионы лет назад на Земле могла существовать пятая раса. И ее представители обитали в тех районах Мексики, где Джульс Руд обнаружил свою коллекцию. Там есть фигурки человек, людей, которые внешне все напоминают азиатов, напоминают полинезийцев, напоминают кавказский вид, понимаете. И они их видели, этих людей, туда доходили. А вот пятая раса, она не имеет прототипа, но она существовала. Возможно, современные, пусть не обидятся, я не вижу в этом ничего плохого, не вижу плохого, что существуют башмены и гагентоты. но пятая раса это чилийцы и перуанцы, коренные населения, доиспанские. По предположениям ученых, в одно время с динозаврами на земле обитали древние гоминиды, существа, которые могли быть предками индейцев. Но как могли уживаться рядом самые свирепые хищники в истории земли и первобытные люди? Ведь считается, что динозавры не поддавались дрессировке и никак не могли стать для людей кем-то вроде гигантских домашних питомцев. То есть можно было ласкать детеныша динозавра, поить его там, допустим, из блюдечка молочком, приучать, так сказать, но когда температура падала ниже критического уровня, у него все эти условные рефлексы просто забывались, как у современных допустим, ужей. Условный рефлекс не образуется, а домашнего они не подлежат, каким-то образом с ними контакт трудно найти, а человека они воспринимали как биштекс ходячий, которого можно было догнать и съесть. Есть версия, что предки человека, не опасаясь за свою жизнь, могли обитать вместе с травоядными динозаврами. Живя рядом с этими монстрами и потрясенные их размерами, древние люди изображали динозавров на камнях и скалах. Так появились уникальные артефакты, подлинность которых доказана. Там существуют другие фигурки динозавров, которых вообще не откопаны. Понимаете? Нету их. И хотел сказать, что вот достоверность вымирания динозавров, она такая призрачная. Понимаете? И то, если мы что-то не видим, это не значит, что этого нету. Условия для сохранения останков ограничены. они должны или в песке быть очень сухой породе, или в болоте, где нету доступа кислорода. Ну, в общем, много... Если все животные, которые жили на земле, да, сохранились бы останки от них, да, мы только ходили бы и спотыкались об эти кости. Они не сохранились, но то, что мы не нашли, это не значит, что их не было. Вот так выглядит древняя коллекция камней из перуанского города Ика. Это небольшие валуны, обкатанные речной водой, на поверхности которых выгравированы древние обитатели Ант. На камнях изображены сюжеты охоты людей на огромных монстров, напоминающих динозавров. По мнению ученых, это диплодоки, древние ящеры с треугольными костными пластинами, подобные тем, что были у стегозавров. Существование на земле этого вида динозавров ученые открыли лишь в начале 90-х годов прошлого века. А значит, камни Ика никак не могут быть подделкой. Более того, древняя находка противоречит современной хронологии и всем научным представлениям не только о жизни и смерти динозавров, но и о происхождении человека. И сегодня коллекция камней Ика является одним из самых серьезных аргументов, подтверждающих теорию совместного существования предков человека и древних рептилий. В Китае целый промысел, когда эти кости дракона выламывают, перемалывают в порошок и продают в аптеках Гонконга, Китая и так далее, в Индонезии, и считают, что они многие лечат болезни. Но это понятно, это минерализованные кости, многие микро-макроэлементы собрали, кальций, и другие. Фактически это, видимо, действительно оказывает некоторую пользу. И это целый промысел, и фактически древние люди постоянно сталкивались со столами вот этих скопаемых животных. Но их и прямо называли как бы драконами. По одной из версий предки древних людей изображали тех динозавров, которых они видели сами. И, скорее всего, эти виды современной науки еще неизвестны. Но знаем ли мы, как на самом деле выглядели динозавры? Самые страшные убийцы в истории Земли. Такими мы привыкли воспринимать всех динозавров. Гигантские монстры с маленьким мозгом и главным инстинктом убивать. Считается, что самым страшным хищником-одиночкой эпохи динозавров был тираннозавр. Длина его тела 15 метров, высота почти 7 метров. Весил тираннозавр около 8 тонн. В день такому монстру было необходимо не меньше 100 килограммов мяса. Именно поэтому его прозвали самым страшным убийцей среди древних рептилий. Огромный хищник с огромными челюстями хищной. Здесь усаженные челюсти, ну, где-то полметра усаженные такими зубами, похожими на кинжалы. Понятное дело, что такими зубами только вырывать добычу из поверженного противника, но их даже жевать они не могли. Они просто вырывали и глотали. А так как у них, видимо, сильная была соляная кислота в желудке, они переваривали и кости даже. Однако, недавние находки дали ученым уникальную возможность открыть науке нового монстра, которого уже назвали Тираннозавром океана. На небольшом острове, расположенном почти посередине между побережьем Норвегии и Северным полюсом, исследователи обнаружили останки 21 длинношеевого плезиозавра, напоминающего загадочное лохнесское чудовище. Исследовав скелет морского хищника, ученые пришли к удивительному открытию. Вся информация о существовании огромного морского убийцы правда. Плезиозавр обитал примерно 150 миллионов лет назад в глубоких северных морях и охотился на других морских ящеров. С его зубами размером с банан и пастью способной проглотить человека это было несложно. Это была рептилия длиной с автобус. Его позвонки диаметром с обеденную тарелку. А его голова в два раза превосходила по размерам голову самого грозного хищника древнего мира тиранозавра. И была около трех метров в длину. Мы знаем только около водные водные виды. Потому что они хорошо ископаемого состояния сохраняются. Их заносят илом от ушки или так сказать останки скелета. Они минерализуются без доступа к кислороду и так далее. И потом окаменевают образуется окаменелость или обратный отпечаток который палеонтологи вытаскивают из земли. Но при благоприятном стечении обстоятельств. Это тоже редкое конечно стечение обстоятельств надо сказать. Считается что плезиозавры вымерли в тот же период что и основная часть древних рептилий. Однако некоторые исследователи убеждены в том что их потомки сохранились и до наших дней. И факты свидетельствующие о существовании огромных подводных монстров это подтверждают. Некоторые исследователи уверены что до глобальной космической катастрофы которая привела к изменению климата вода на земле имела другой состав. Она была насыщена кальцием. Именно поэтому у древних рептилий был огромный и прочный скелет. Но со временем под воздействием внешних факторов облик динозавров стал меняться. Кости становились меньше мозг наоборот увеличивался а все тело стал покрывать густой покров из перьев или шерсти. Эту теорию совсем недавно подтвердили необычные находки в Читинской области. Там палеонтологи обнаружили целое кладбище динозавров которые были совсем не похожи на своих собратьев. Кулинду мы обнаружили в 2010 году во время геологического маршрута. Это бывшие старые канавы. Расстояние между канавами 100 метров. В одной канаве третьей остатки растительноядных динозавров, а в четвертой канаве больше остатков хищников. Что нас поразило? Мы нашли обрывки кожи, мы нашли обрывки оперения, мы так называли в поле оперения. Оно разное было. Типа щетинок и типа как перья у павлинов с такими пятнышками интересными. Но самое интересное в том, что эти динозавры по сравнению со всеми остальными видами были просто лилипутами. Это маленькие динозавры, самые маленькие, комсагнаты, то есть компания комсагнатов. Комсагнаты известны в мире, два скелета найдено в Германии и один скелет во Франции. Все. То есть вот эти маленькие комсагнаты, они действительно хорошая маленькая собачка. И у нас, ну вот видите, это конечность, это тазовый поясочек, ну это же маленькие. Вот, несколько килограммов, до пяти, где-то три-пять килограммов. Все. Представление их ученых, динозавр лилипут был размером не более 140 сантиметров. При этом неизвестное науке существо явно умело летать. Именно этот вид, как считают ученые, дал начало некоторым из современных видов птиц. Алифанов, палеонтолог и москвич, который был с нами, он в поле сказал, что растительноядные динозавры что-то новое, он не помнит, что такое подобное он видел в Монголии. Вот. И хищники тоже как будто бы новые, но можно сравнить с китайскими. В Китае сейчас есть такая провинция Лиолинь, где найдены оперенные динозавры. А вот вторые хищники, которые чешуйчатые, остатки которых здесь есть, вот чешуйчатый хвост, вот это позвонки, а рядом позвонки были прикрыты чешуйками, вот они так и захоронились. Это конец хвоста. А отдельно были найдены более крупные чешуйчатые образования. Тоже наверняка это остатки хвоста, но уже ближе к туловищу. Более того, палеонтологи выяснили, что динозавры, останки которых были найдены, относились к отряду плотоядных. Но на кого могли охотиться эти маленькие монстры? Мы привыкли как, динозавры крупные, гиганты, там несколько десятков тонн весят, и высота, там, восьмиэтажный дом, там, и так далее, и так далее. К этому привыкли. Тираннозавр, диплодок, брахиозавр, конечно. А у нас маленькие, маленькие, наподобие небольшого, значит, ну, я не скажу, петуха, хорошая курица, хорошая кошка, хорошая собачка. То есть, где-то вот так, маленькие. Собирались, говорит, они стаями, и охотились стаями на растительноядных динозавров. По кровожадности эти стаи мелких динозавров не уступали свирепым тираннозаврам. В этом уверены палеонтологи из Англии, которые на юге страны обнаружили самого маленького в мире динозавра. Ископаемая рептилия была в длину менее 40 сантиметров. И, по оценке специалистов, при жизни весило примерно 200 граммов. Хотя в распоряжении ученых оказался только задний шейный позвонок, они смогли примерно описать существо. По всей видимости оно было хищником, тело которого было частично покрыто перьями. А то, что нашли где-то 70-80-х годов, то, что нашли у себя китайцы, это вообще бомбочка была приличная, потому что оперенные динозавры, вот там проблема была, это действительно бомба была самая натуральная, проблема была, может быть, это птицы какие-то, оперенные динозавры, их так не очень-то много было находок, а находки, которые были, они двояко трактовались, или это динозавры, или это оперенные, или это птицы зубастые, где-то вот так. Археоптерис тоже непонятная зубастая птица. После этих находок некоторые исследователи выдвинули сенсационную версию о том, что именно мелкие динозавры стали одной из главных причин того, что вымерли их гигантские собратья. Дело в том, что крупным особям динозавров было сложно следить за своим потомством. Этим пользовались мелкие хищники, которые питались яйцами и детенышами динозавров. Однако подтвердить эту теорию пока не удалось. Ведь каждые раскопки приносят ученым новые факты о жизни динозавров. Многие динозавры просто были живородящие, видимо, например, диплодок, да? У него огромный таз и тазовое отверстие большое, и многие следители предполагают, что он был живородящий. Вот. И мало того, найдены их теозавры, рыбоящеры, да, которые жили в мезозое рядом с динозаврами морской стихии, похожие на дельфинов существа. Они были живородящие, это доказанный факт. То есть обнаружен скелет их теозавра со скелетом эмбриона внутри. Вот. То есть была плацента, видимо, была, так сказать, плацентарная кровообращение, была внутриутробная развитие детенышей. Эти факты могут означать только одно. Динозавры могли не только выжить, но и эволюционировать в более сложные формы. Так появилась беспрецедентная версия о том, что именно динозавры являются возможными предками человека. После глобальной катастрофы, произошедшей на Земле, клетки ДНК древних рептилий мутировали, и постепенно у динозавров стало рождаться совсем другое потомство. Детеныши динозавров уже не были таких гигантских размеров. Мозг рептилий постепенно увеличивался, а грубая кожа приобретала эластичность. У них поменялось ДНК, все поменялось, они стали жить по-другому, все. Вот. И получается новый вид, понимаете? человек все время эволюционирует, все время эволюционирует. Так и в свое время каманьонец появился из Недвертальца, так и из динозавров появились млекопитающие. Ведь наука современная, они говорят, что динозавры это какая-то такая тупиковая ветвь развития животного мира, и они потомка о себе никаких не оставили. Но главное доказательство, которое приводит автор этой теории Александр Ермоленко, заключается в том, что строение конечностей динозавра и человека идентичное. Это значит, что современные люди, как и древние рептилии, при ходьбе опирались на стопу. А вот динозавры, у них передняя конечность устроена как у человека, так будем говорить, полностью кисть, все запястья и пальцы, то по сходной схеме, как у человека, сходной, и палеонтологи, и анатомы находят соответствие, что соответствует плечевой кости, что там вроде даже сложности особо нету. Плечевая и две кости предплечья, они четко прослеживаются. Так что, пока современная наука не нашла переходного звена от обезьяноподобных существ к современному человеку, велика вероятность того, что эволюция человечества развивалась совсем по другим законам. Понимаете, идет такая эволюция, слияние, и один палец как раз оттопыривался, понимаете, и все эти динозавры на деревьях не жили, а палец оттопыренный был. Не для того, чтобы за деревья хвататься или там что-то им делать. Вообще, в науке народ весь должен знать, что в природе нету такой цели, что для того, чтобы что-то делать. Ноги у нас не для того, чтобы ходить, уши не для того, чтобы слышать, глаза не для того, чтобы видеть. А мы слышим, видим и ходим, потому что имеется у нас такая возможность, потому что мы родились с определенными свойствами, мы и наша природа в природе, все, потому что это имеет определенные свойства. Вот так оно и существует. Понимаете? И уже дело не естественного отбора, а естественного выбора среды обитания. Все эти факты дают ученым возможность предположить, что 65 миллионов лет назад динозавры не вымерли, а со временем смогли приспособиться к новым условиям жизни. Наступила эра млекопитающих, в которой нашлось место и динозавры. Именно поэтому сохранилось множество древних артефактов присутствия этих доисторических монстров в жизни людей. В истории и культуре многих народов есть огромное количество упоминаний о драконах, а значит потомки динозавров могли дожить до наших дней. И возможно сейчас они обитают в тех уголках планеты, которые человеку еще предстоит открыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА